Судебная власть И когда наши люди начинают возмущаться действиями судей, их начинают привлекать либо к административной ответственности, либо просто-напросто изгоняют. Очень много недовольных судебным процессом. И вот на этом фоне я хотел бы сказать благодарность Евгению Танкову за то, что он именно своими действиями показал отношение казахстанского общества и правозащитников также к судьям. Потому что, извините меня, я хотел бы рассказать о той ситуации. Вот обычный гражданский процесс шел, и человек не мог доказать, сколько слов говорил, ему никто не верил. И тогда он вытащил Коран и на Коране клялся, что он говорит всю правду. Тогда судья сразу такое замечание сделал и реплику. У нас якобы светское государство, и что здесь нормы шариата у нас не работают. На это я сразу как представитель ответил. Именно из-за этих судей, которые незаконно выносят решения, которые игнорируют гражданское законодательство, процессуальное законодательство, у нас возможен и суд шариата. Именно потому, что доверие людей к судебной системе потеряно. И Танков, Евгений Танков, как человек, который находится в авангарде борьбы с этой преступной судебной системой, не мог, я так думаю, молчать. Это очень хорошо, что ударил мухобойкой. Потому что я слышу, да, очень много от людей, которых видят несправедливые суда, что их мухобойкой нужно бить. И вообще не только бить. И на этом фоне, если сейчас наша власть, вместо того, чтобы приводить в соответствие судебную систему, будет наказывать правозащитников, которые выявляют вот эти вот незаконные действия судебной системы, то тогда, я вас уверяю, здесь может быть халифат и здесь может быть суд шариата. Оно будет справедливее, чем этот суд. Субтитры создавал DimaTorzok